В этой лекции я хотел немножко дать направление, это не цельная лекция, но какие-то эпизоды главы из истории еврейского театра. Что такое еврейский театр, как он возник вообще, и как он развивался. Ну, во-первых, начнем с того, что три вида деятельности у евреев они поздние, то есть очень много есть раннего, как книга, печатание, учение и так далее, но три вещи они поздние. Это спорт, театр и изобразительное искусство. То есть спорт, скажем, в древнем Израиле, мы празднуем праздник Ханку, недавно была, в декабре, когда Израиль был под властью греков, и греки везде насаждали спорт и стадионы и так далее, то спорт считался символом, особенно обнаженное тело, символом чужой культуры. Как бы, потому что иудаизм приветствует скромность и закрытость и так далее. И спорт, значит, появился, еврейский спорт, так называемый, если можно говорить, вот спортивные какие-то организации, это уже вторая половина 19 века, раньше этого не было. И образ жизни в местечке и так далее не подразумевал спорт. Изобразительное искусство, живопись, скульптура тоже появились поздно. Почему из-за библейской заповеди не сотвори себе кумира? Да? То есть считалось, что религиозные, как бы, запреты, они не давали развиваться этому. Теперь существовало искусство еврейское, но в другой форме. В чем оно, значит, образовалось, оно было, как резьба по дереву, берзуль, как прикладное. Прикладное искусство. То есть то, что должно было делать ташмишник душа. Ташмишник душа – это предмет религиозного ухода, религиозного быта. То есть, скажем, делали вот, женщины вышивали специально для свитка торы, специальное такое покрывало. Делали гасинобог, различную резьбу по дереву, ковку художественную по металлу и так далее. То есть было искусство, но оно, как бы, было связано больше с религиозным бытом. Скажем, в Литве нет, а вот в тех местах, где был хасидизм разный, скажем, Карпаты, Польша, Украина, там каждое кладбище – это музей под открытым небом. То есть каждый памятник – это резьба по камню, причем очень-очень искусная. И каждый памятник – это произведение искусства. Вот сегодня, если поездить по тем местам, то там вот резьба по камню – это тоже было предметом еврейского искусства. Но вот изобразительное искусство позднее. И театр. Театр, опять же, есть несколько запретов религиозных, которые не давали театру появиться. Во-первых, вот это «не сотвори себя кумира», как бы, не одевай, трактовали так, «не одевай на себя чужой образ». Вот если ты, как бы, представляешься не собой, то это ты какого-то кумира себе сотворил. Второе, есть, например, очень четкое правило и очень строгий запрет – мужчине нельзя одевать женскую одежду. Ничего, что связано с женской одеждой, с женским образом и так далее. И поэтому сам театр появляется поздно. Дата нам точно известна, дата еврейского создания еврейского дата – 1876 год. Но, в принципе, театрализация, театральные мотивы были гораздо раньше. Уже в XIII веке в праздник Пурим. Вот праздник Пурим – это начало еврейского, можно сказать, театра, театральных элементов. Праздник Пурим. В гетто германских городов уже шли карнавальные шествия. – Нет, расскажи, что такое Пурим, потому что люди знают первые слощи. – Пурим, хорошо. – Пурим – это праздник, который мы отвечаем примерно в марте месяце, конец февраля, начало марта. Значит, это праздник в честь того, что когда-то в Персидской империи, три тысячелетия назад примерно, да, в Персидской империи был такой царь глуповатый Артаксеркс, его называемый Ахашварош, вот, и он издал под влиянием своего советника, которого звали Аман, и он издал указ уничтожить всех евреев. Вот. И в результате, пока этот, там был такой еврей при дворе, он был дядей жены, одной из жен этого Артаксеркса, его звали Мардыхай, и он сумел его переубедить, и в результате евреи праздновали победу, в результате Амана его сыновей повесили, а евреи праздновали победу вот над этим избавлением. И есть такое предание, что у Амана у этого были уши такие, вот, как треугольник, да, поэтому в Пурибе едят вот такие вот треугольные пирожки, наполняют их маком, вот, потому что мак на едише Мон, Мон, и поэтому сейчас Агомон, Гомон это Аман, вот, Гомонташ, то есть ухо Аман, вот. И вот, и уже три тысячи лет, три тысячи лет эти уши уже едят, понимаете, простить ему до сих пор не могут, три тысячи лет. И вот эта сушка говорила, Пурим, Пурим, не аббагатурим. Что значит, Пурим, Пурим, не аббагатурим. Ничего не имею. Пурим, Пурим, ничего не имею. Да, и вот праздник Пурим, он очень веселый праздник, и он праздник связанный, в этот праздник читают, читают свиток Эстер, вот эта Эстер, она была женой Амана, этот свиток, эстер, рассказывает всю эту историю. И в этот праздник принято делать Пуримшпиль. Пуримшпиль, то есть Пуримское представление. И вот вначале просто разыгрывают вот эту историю, а вот уже где-то 13 век в гетто, в еврейских гетто, в еврейских кварталах и в бирманских городах начали идти карнавалы. И вот эти карнавалы они уже были театральным шествием. То есть там уже одевали там уже одевали костюм вот этого Мордеха и Амана, эту виселицу ставили, и так далее. Потом, уже чуть попозже, начинаются в эти шествия разыгрывать не только вот эту историю праздника Пурим, а еще и другие библейские сюжеты. Как, например, Самсон и Далила, да, или Ифтах и его дочь. То есть продажи Иосифа братьями и так далее. То есть уже другие библейские сюжеты. И там уже появляется театрализация, театральные элементы. То есть уже люди одевают эти, ну, как это называется, грим и костюмы и так далее. И начинают театрализовать. Теперь, примерно 15 век появляются новые виды искусства. Так называемые народные трубадуры или бродячие певцы. То есть обычно вот эти певцы, они сочиняли музыку, сочиняли тексты, не зная нот, сочиняли тексты. Они ходили по городам, веселили людей, особенно в пятницу, на колонии в субботы, на площадях, во дворах и так далее. И эти песни, они все имели игровой характер. То есть их называли шпиль-лидер, игровые песни. Это не просто песня, которую можно было петь, но это песня, которую можно было играть. То есть там тоже был какой-то элемент театральной постановки. И таких вот, ведь не было фамилий у евреев где-то до начала 19 века. Их называли обычно по названию местечек, из которых они происходили. И поэтому был известен такой Велвелсбаржер из местечка Сбараж, Зеликбердичевер из Бердичева, Берлбродер из Брод и так далее. То есть это было уже, каждое выступление такого музыканта это был моноспектакль, если вы хотите, да? То есть он не просто пел эти песни, и он их просто играл, он их играл театрально. Вот этот вот элемент театрализации, он, собственно говоря, тоже одной из основ еврейского театра, именно вот эти вот бродячие трубадуры. Теперь, в середине 19 века уже появляется такой первый игровой ансамбль, который называли себя Дебродер Зингер или певцы из города Брод. Броды это сегодня на Украине, Бродер Зингер, певцы из Бод. И они уже целым ансамблем, их уже было несколько человек, вот на площадях городов играли вот этот... Теперь, кто-то... И от темы. А? От темы. Темы, самые разные темы из еврейской... Во-первых, это исторические темы, библейские. А во-вторых, самые разные темы из еврейской жизни. Это профессиональные, скажем, песня Портнова, да? Вот он обязательно, если он поет, песню Портнова, то он обязательно, вот он, я не знаю, там, то иголку в нитку, вот он сидит. И это песня сапожника, да? Которая сидит там, долбает эти гвозди в сапоге и так далее. То есть, это может быть, это может быть песня Меламеда, которая учит детей в Хейгаре и так далее. Это все песни из народной жизни. Теперь, тот, кого назвали отцом еврейского театра. Его имя Авраам Гольдфаден. Он родился в 1840 году. Теперь, здесь что-то очень важно понять, и это связано тоже с Вильной. Значит, в 1840 году в городке Стар Константинов, это сегодня тоже на Украине. Значит, в середине 19 века самая страшная проблема в еврейских общинах была, это спасти мальчиков от призыва в армию на 25 лет. Теперь брали буквально детей, вот маленьких, ну, детей, их называли, их называли схваченные, Хатуфин, рекруты, похищенные. Теперь, не было вот призыва в армию, вот допустим, вот тебе исполнится там сколько-то лет, и вот ты должен идти в армию. По численности местечек, по численности населения в местечке то местечко получало норму. Допустим, вот этот год, вот это местечко должно представить двух солдат. Норма, да? Или одного солдата. Теперь, жизнь, она жизнь. Богатые платили и выкупали, а у бедных была куча вариантов, куча патентов, чтобы избавить от армии. Почему? Не так боялись армии, потому что не было никакой надежды, что этот ребенок сможет продолжать жить еврейской жизнью, что он останется евреем. Потому что кашрут и кошерная еда, и кто ему там будет забыть, как он будет молиться, как он будет учиться и так далее. Всего не знаю. Поэтому, если не удалось мальчика спасти, то по нему сидели шиву, а шива – это травмный обряд. Это вот как по умершему сидят. И делали всякие патенты. Один из патентов был, назвали параграф «Зексу-зексу», 66-й параграф. Рубили мальчику палец. Вот этот палец. Почему? Он не может стрелять, ему нечем нажать на курок. Или специально вы делали грыжу. Мужчина? Мужчина. Или допустим, платили деньги, взятку какому-то служащему и записывали братьев под разными фамилиями. Сколько угодно было таких семей. Родные братья. У одного фамилия Зильбершена, другого – Гольчей. Почему? Потому что если он один сын, так он не подлежит призыву. Или если был какой-то калека, инвалид, то его запускали на эту комиссию и каждый раз маскировали, иначе, тоже театр своеобразный, маскировали и каждый раз под другими именем. Из-за этого ему платили деньги. Российское правительство знало, что делают эти все патенты. И оно, чтобы усилить контроль над этим населением, оно ввело такое понятие «казенный равен». Казенный как от государства, который получал западу государства. И каждый еврей, которого родился сын, он обязан был записать его у казенного раввина. А казенный раввин должен был в магистрат передавать эти населения. Было, откуда берутся эти казенные раввины, было создано три института, в которых воспитывали этих казенных раввинов. Один в Варшаве, один в Житомире и один в Вильнюк. На Пилимак. На Пилимак. Угол, это не Базанавича, что он против. Угол Траку, Траку. Красивое такое трехэтажное здание. Вот это был раввинский институт. Теперь, Виленский раввинский. Прямо напротив этих двух полманов, как их называют, Прямо напротив, такое длинное здание из трех этажей, это был раввинский институт. Канкар. Теперь, Виленский раввинский институт, Виленский, он был рассадник революционных настроений. Там была вот молодежь, которая там училась, это были обычно образованные люди, и они учились очень, и они были очень левонастроенные там. Там были буквально и революционные листовки и так далее. То есть, Виленский отличался этим. Опять же, мы вчера об этом говорили, вот здесь какая-то традиция просвещенности и прогресса, вот она была и в этом институте. В Варшаве он, наоборот, был более консервативным. В Житомире, в Житомирском этом институте училось очень много известных людей, в том числе Гольфаден. Теперь, чтобы попасть в этот институт, надо было окончить так называемую Кроиншул. Кроиншул – это Кроина до Корона. Кроина Российской Империи. То есть, там специально мальчиков брали в такие школы, где все обучение велось на русском, преподавали Библию, еврейскую религию, но обучение на русском. После такой школы они могли поступить в этот институт, в этот Равинский институт. Теперь Гольфаден, именно он в такой школе учится, потом в 16 лет он поступает в Житомирский вот этот Равинский институт. Директор его школы, с которым он остался очень дружен, пишет пьесу, называлась в церкви, Сарочка, да? И он присылает ему, и он эту пьесу впервые ставит, пьесу Игнаидыше в стенах Равинского института. И за эту пьесу его выкинули из института. Какой году? 1856. Не потому, что он там пьесу играл, а потому, что все роли были женские, а кто учился там, парни. И парни одели женскую одежду, а это религиозный очень-очень строгий супрет. И он оттуда... Не все вчера слушали его историю в Варшаве, ты ее не расскажешь. Не все слышали историю вам. И он оттуда, оттуда бежит в Одессу. В Одессе значит, он женился на своей двоюродной сестре, а та хотела, чтобы они жили европейской жизнью. И они едут в Мюнхен, он там начинает учить медицину, но долго не может. И потом едут во Львов, полгода во Львове, полгода в Черновцах. А что он умеет делать? Он издает газету. Он издает. И вот его биограф пишет, что он когда-то сказал, издавать еврейскую газету это богоугодное дело. А богоугодного дела зарабатывают только на том свете, не на этом. И вот 1876 год он приезжает в Ясы, в Румынию. Ясы в те годы это средоточие беженцев из разных мест. А кто были эти беженцы? Начинается русско-турецкая война. И опять же, чтобы мальчиков спасти от этой армии, от этой войны, очень многие бегут в эти Ясы. И совершенно по как говорят судьбам, так хотела. И этот Гольдфаден идет на площадь и видит толпа людей. Что за толпа? Они пришли на представление вот этого ансамбля Бродер Зингер, вот этого первого перческого ансамбля. И он познакомился там с этими вот артистами. И он решил, секундочку, если после выступления можно ходить вот так шапкой, да, и каждый бросает монету, то ведь можно брать деньги до выступления. просто надо закрытое место. И все. Называем театр. И называется театр, да. И он снимает помещение, называется Помурверд, это на румынском зеленое дерево, это кафе Шантам. То есть такое кафе с внутренним двориком, и там есть сцена. И он решил, что это будет вот театр, как у других народов, элитарный театр. Он встает на сцену во фраке с бабочкой и начинает патетически декламировать свои стихи. Через две минуты публика топает ногами. Это не то, что эта публика хотела. Потом два человека из вот этого ансамбля Бродер Зингер поднимаются на сцену, берут те же самые стихи, которые он только что читал, и публике не нравились, и начинают эти стихи играть. То есть они начинают делать театрализацию тех самых стихов, и публика приходит в дикий восторг. И тогда он понял в принципе вот этот патент, что в еврейский театр никогда не пойдут думать. В еврейский театр ходят или плакать, или смеяться. Так это было, так это до сегодняшнего дня осталось. То есть еврейский театр ходят первым делом расчувствоваться. Второе, что он понял, что в культуре идыш не может быть элитарного театра. Тот, кто себя считал элитой, он первым делом переставал говорить на идыш, он приходил на другие языки. То есть еврейский театр, он будет обращен к простонародью, к простому людям, к простым людям, бедным, несчастным, битым, забитым и так далее. И если они уже заплатят деньги и пойдут в этот театр, то им нужно, что называется, переполниться эмоциями. За три года он делает что-то невероятное. Из ничего он создает преуспевающие предприятия. Теперь смотрите, что с ним происходит. Яс уже малый для него. Он переезжает в Бухарест и уже снимает настоящий театральный зал житницы. И что они играют? те пьесы, которые он пишет сам. Теперь у него вопрос, что они должны играть? Первое, что он пишет, это знаменитейшая на весь еврейский мир пьеса «Колдунья». Теперь уровень интеллигентности публики тоже был не ай-яй-яй. Публика не всегда могла разделить на реальную жизнь с тем, что происходит на сцене. И вот когда сирота мира встает на сцене и начинает протягивать руку и просит денег на хлеб, артисты рассказывали, что уже в 50-е годы вдруг кто-то вскакивал в Израиль уже, кто-то вскакивал сзади кредо и говорит «Дайте немедленно есть, иначе им сейчас голову поразбивать, уже не видите, она с голода умирает». Это не раз случалось, это не раз случалось, потому что публика не всегда могла… женские роли не забыли. Вот, и то, что я вчера уже говорил, но тут в Бухаресте, когда уже действительно, действительно, то есть театр уже превратился в процветающий дешевр, он столкнулся с проблемой, что ни одну женщину он не сумел убедить подняться на сцену. Первая женщина, которая спела одну песню на сцене, ее звали Сара Карп, потом она в Америке уже стала актрисой, Глот, О, 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 Карпас. Одну песню она спела на сцене, ее мать потом пришла к нему и устроила такой скандал, говорит, теперь вы будете заботиться о том, чтобы она замуж вышла. Кто на нее уже посмотрит, потому что она прыгала на сцену. Это считалось чем-то очень низменным. Я вам вчера рассказывал, его биограф пишет черным по белому. Тогда он идет к бухарейских уличным женщинам и пытается их уговорить, чтобы они поднялись на сцену играть. И они ему тогда ответили, господин Гольдфадный, извините, но так низко мы не парим. Теперь, что он пишет? Что он пишет? Первое, что он пишет, то есть то, что публика знает. Это исторические драмы. Значит, это драма Шуламис о Суламифе, да, библейской. Это драма Баркохба об освободительной борьбе в древней, войне в древнем Израиле. Потом он начинает писать драмы, мелодрамы, это все мелодрамы, он начинает писать мелодрамы на темы, связанные с народной жизнью. Так он, например, пишет драму, которая называется «Бабушка ее, ее внук». То есть о бабушке, которая всеми правдами и неправдами пытается вот спасти мальчика своего от призыва в армию. Денег у нее нет за это заплатить. И вот она с ним странствует, и все всякие трудности, и беды встречаются на их пути, и вот так она его спасает из армии. То он напишет, он пишет потрясающую драму, которая называется «Шмендрик». Кстати, вот это слово само «Шмендрик», оно из этой драмы. Вы видишь, оно означает, ну, такое, как глядейское выражение, немножко, да, ясное выражение, когда кто-то недопеченный, неиспеченный. Вот. Вот такой немножко, вот. Этот «Шмендрик», он немного не... не дораживает его. Да. Да. И у него мать больная, слепая, она слепнет, и она страшно боится, чтобы его, если она умрет, чтобы кто-то о нем заботился, потому что он сам не может жить. И она готова, вопреки обычаям, потому что всегда невеста дает приданное, она готова дать приданное, чтобы только кто-то за него вышел замуж. Ну и вот, родители очень красивой девушки, но очень бедные, соглашаются из этих денег выдать ее замуж. А у нее есть уже жених, то есть у нее есть жених, которого она очень любит и так далее. И этот жених разрабатывает план, он говорит, что... зовет этот «Шмендрик», и говорит, смотри, все будут думать, что под хупой, под этим брачным балдахином, это ты стоишь, а я вот оденусь и буду это будто... я оденусь и вот замаскируюсь, будто это ты. Все будут думать, что это ты, а это на самом деле буду я. Но не дай Бог никому не выговори, не расскажи, потому что об этом секрете знаем только мы троем. Ты, я и она. Он говорит, а я четвертый. Он говорит, нет, ты, я и она. Он говорит, а я четвертый. И так далее. И вот, естественно, все хорошо заканчивается и все довольны. То есть типичная мелодрама. Это то, что публика хотела. Это как называемая драма ситуации, да, вызывает смех. Естественно, повсюду полно, естественно, повсюду полно песен и музыки, потому что, мы уже вчера об этом говорили, еврейский театр, он не изначально был музыкальным, вот, потому что музыка это то, что могло расчувствовать. И эти песни из театра, они мгновенно становятся народными, потому что у них очень мелодии ловкие. теперь мелодии зачастую пишет сам Гольдфаден. И слова мелодии не знают нот, он потом идет к человеку, который знает ноты, который записывает ему просто музыкальный текст и так далее. Теперь, в 1879 году он оставляет Бухарест и переезжает в Одессу, а в Одессе, он, кстати, снимает, ты знаешь где, это ремесленный клуб бывший на Екатерининской области, огромный местный училищ. Приместный, да. А в Одессе туда рвутся молодежь из местечек, почему они видят, что театр это выход в большой свет. Это вот ездить по городам и быть по... видеть новых людей, стоять на сцене и так далее. И там он уже набирает молодежь из местечек и он их сам воспитывает, то есть он их сам учит, он сам... он не только дает материал, он сам по себе как бы театральное училище. Ну, нет никого, кто бы мог там... кто-то просто чисто природный талант и так далее. И до такой степени доходит развитие этого театра, они начинают гастролировать по городам и местечкам, что в 1882 году они месяц уже гастролируют в Москве и месяц в Санкт-Петербурге. В еврейский театр начинают ходить русские люди и он делает специальные брошюрки с текстом перевод на... ну, страница к странице каждая реплика переведена уже на русский, но русское правительство не могло выдержать, чтобы еврею было что-то хорошее. И в 1883 году выходит указ правительственный о запрете еврейского театра в Российской Америке. В Российской Америке. В Российской Америке. Теперь, я не зря сказал Америке, ибо если 1883 год это запрет еврейского театра в Российской Америке, 1884 год это начало еврейского театра в Америке. Вот эти же самые артисты переезжают туда и начинается вот эта вот сказочная prosperity, которая вошла в историю, мы вчера об этом говорили, the period of the second avenue, когда second avenue это 23 театра на одной улице и еще 7 на Бродвее. То есть это начинается такой расцвет театра, которого никогда никто не видел. Но Гольд Фаден еще продолжает немножко крутиться в Польше, в Англии и так далее. В 1901 году он приезжает в Нью-Йорк. Он приезжает в Нью-Йорк. И он смотрит, что те актеры, которых он сам, что называется, слепил своими руками, что они играют, только его материал, ничего другого не было. Не было другой драматургии. И зарабатывают огромные деньги, потому что есть огромная волна эмигрантов из Восточной Европы и все бегут в этот театр. И когда он к ним пришел, они ему говорят, секундочку, мы знакомы? Мы где-то виделись? И он тогда получает это как удар. И говорит жене, я хочу назад в Европу, я не могу жить в стране, где есть один бог, у которого зеленый цвет. Он уезжает в Европу и в 1903 году он опять приезжает в Америку. Он уже начинает писать драмы на более исторические и серьезные темы, например, доктора Аль-Масада. Он уже начинает писать более сианистские драмы. Он кстати был делегатом сианистского конгресса и так далее. И он скончался в 1906 году. Он за всю свою жизнь писал 40 драм. Подавляющее большинство из них это мелодрамы, последние годы это уже более серьезные драмы. Теперь, 13 лет после него родился в Украине в городе Миргород тот, кого называли отцом еврейского театра, то его назвали реформатором еврейского театра. Реформатор тот, кто сделал реформу. Его имя Яков Гортин. Яков Гортин, Бумиргород, 1853 год. Яков Гортин, он был человеком такой очень импозантной внешности. Он родился в семье Хасида, Хаббар. Но был рождением. 1853 год, 13 лет позже Войтваген. Получает домашнее образование, помимо религиозного образования, он получает образование светского, он учит языки, литературы и так далее. Единственное, что я в его биографии не улавливаю, он 18 лет женился, женили, тогда принято было 18 лет, и он сбежал из дома. Приезжал домой два раза в год, на Песах и на Новый год, на Роша-Шана. И когда он приехал в Америку в Америку в 1891 году, он приехал с 14 детьми. Я пробовал делать эти подсчеты, у меня не сходятся. Так что у него были близнецы. Представляете, он, он, в принципе, отрывается от еврейской жизни. Полностью отрывается от еврейской жизни. Он становится украинским и русским журналистом. И пошел, вы, наверное, помните, из «Роков истории», он пошел в движение, которое называли «Народники». Это вот движение русских дворян было, которые считали, что надо отпуститься, отпуститься в народы, жить жизнью народа и так далее. И он едет в Одессу, в Николае, в разные города, работает и грузчиком в порту, и учителем, и актером, и что только они не делают. Но, когда он берет, приезжает в 1881 году в город Елисаветград, это потом был Кировоград, и сейчас они опять поменяли его название, Кропивницкий сейчас называется. И он в его городе, он как бы пошел от еврейства и стал русским, украинским, журналистом, и в его городе начинается, проходит трехдневный погром, который начал трехгодовую волну погромов, страшную волну погромов. С 1881 по 84 год происходит дикая волна погромов в России, которая прошла в историю под названием «Буря в пустыне». И, что называется, еврейская кровь льется, и тогда он ищет какие-то выходы, чтобы создать какой-то для евреев какой-то выход в этой жизни, чтобы они не страдали от этих погромов и так далее. Он 10 лет носится с мыслью где-то в российской и южно-российской степи построит кибуц. Знаете, что это, Вот сельскохозяйственную коммуну, чтобы евреи могли работать на земле и быть продуктивными, потому что им нельзя было жить вне сельской местности. 10 лет он носится с этой мыслью и так не получил разрешения. И в 91-м году он приезжает в Америку, в Нью-Йорк с 14-ю детьми, с женой и ищет, что там делать. Вначале он опять же русский журналист, то, что он умеет делать. Но его встречает его друг Ицхак Лебреско, который тоже был другом Гольдфадена. Говорит, слушай, кончайся, ты русский журналист, кто в Нью-Йорке читает русские газеты. Говорит, здесь рассвет еврейского театра. Начинает писать на театр. И он его приводит на пьесу в театр, на пьесу Гольдфадена Шмендрик. Тот смотрит и говорит, не, для такого театра я писать не буду. Если я буду писать для театра, то это не будет театр, чтобы плакать или с мясом, будет театр, чтобы думать. И он пишет пьесу первую для того, чтобы думать. Пьеса называется Сибирия. Сибирия. Пьеса в еврейском революционере, которого арестовали царские власти и послали в Сибирь. Там он сбегает с каторги со своим русским другом. Этот друг умер по дороге. И он берет себе его документ. И под именем этого русского человека поселяется в каком-то сибирском городе и открывает огромный бизнес и очень процветающий. И все у него хорошо. Пока один из его конкурентов не рассказал его секрет, что он живет под поддельной личностью, под поддельной идентификацией. И он опять все оставляет и начинает все искать на ногу. Вот это был первый выстрел серьезного театра еврейского. После этого, если тот написал Горд Фаден за всю свою жизнь 40 пьес, то Горден за 18 лет написал 80 пьес. что он делает? Он берет сюжеты из русской, немецкой, английской драматургии и делает им ги-юр, то есть превращает их в еврейский сюжет. Он пишет драму, которая называется еврейский Кенниг Лир. И начали газеты кричали плагиат, плагиат, если вы меня найдете одну фразу Шекспира, я ее порву. Это мотив короля Али. Но, чисто еврейская пьеса, старый, пожилой еврей, очень богобоязный, очень религиозный, на исходе жизни он хочет ехать в Палестину, чтобы быть похороненным напротив храмовой горы, на Масичной горе. У него три дочери, естественно, одной он отдает дом, другой он отдает все свои деньги, а третий его не отдает ничего, почему? Потому что она уже не хочет вести религиозный образ жизни, она ведет роман с учителем, который уже не религиозный человек, а светский человек, и поэтому он ее, как бы, все наследство у нее забрал. И, когда этот возвращается назад, после тех тягот, которые он там перенес, то та дочь, которой он оставил дом, закрыла ему дверь, та, которой он дал деньги, она ему говорит, что у него нет у него места, и вот та дочь, которая у него, у которой не осталось ничего, ему открывает и дверь, и сердце, и так далее. То есть, мотив коронавируса, но это целлютая еврейская пьеса. Он ставит пьесу, которая известна во всем мире, ее играли в Нью-Йорке 908 раз. У нее снят фильм мироле эфраз. Мироле эфраз, это уже первый образ женщины на еврейской сцене, которую вы не можете назвать просто вот какой-то теткой местечковой. Это женщина, которая ведет бизнес, которая, как называется, всегда в полный рост, со своим достоинством, умница, и когда невестка, ее жена, сына, заставляет ей отписать и дом, и деньги, и все, в результате выгоняет ее из дома, то она тоже уходит расправленная, она уходит гордая, она не падает и так далее. То есть, это первый образ женщины возвышенной. Это совершенно мотив нееврейский, мотив взят из немецкой драматургии, но он ее превратил в еврейскую пьесу. Он ставит огромное количество пьес, пишет огромное количество пьес уже и на американскую тематику, а в американской тематике, например, было такое явление, которое сегодня уже никто не помнит, то есть, он уже переводит еврейский театр из ностальгии по местечку в Восточной Европе на американские рельсы, а там, например, было такое явление, которое никто уже сегодня не помнит, его называли кадеты. Кадеты, это были молодые люди, которые, вообще кадет, это вот как бы, ну, офицер низкой категории, да, там это было что-то другое, это были молодые люди, преступники, мафиози, которые женились, брали преданное, потом сбегали, за деньги меняли имя, и так они делали состояние, то есть, они один такой, он мог 10 раз жениться под разными именами, и делали на этом состояние. Он вот на эти темы пишет пьесы, он пишет огромное количество, он пишет пьесу по гром, но что он ввел? Почему вы назвали информатором? Во-первых, он сидел на каждой репетиции, он категорически запрещал вставлять звук, которого нет в тексте, то есть, он требовал полностью придерживаться текста, он писал, что каждая репетиция, он писал, что каждая репетиция у него забирает три ведра черной крови. Почему? Потому что эти актеры, они были, а еврейский театр зиждился на старус, и каждый такой стар, который зарабатывал в 10 раз больше него, говорит, ты кто такой, чтобы мне говорить, как говорить и так далее. Во-вторых, он ввел, известная тематика, он ввел то, что называется литературную дикцию, литературную дикцию, наречию. Почему? Потому что идыш – это язык экстерриториальный, один актер из Литвы, один из Румынии, один из Галиции, один из Украины, и каждый говорит на своем идыше. Он говорит, не может быть такого, чтобы мама и дочь говорили на сцене на разных диалектах. Такого не бывает. Он ввел конкретный литературный, сценический язык. Сценический язык был принят волынский идыш, волынь, потому что это нечто среднее между литовским и южным. То есть, волынь – это усредненный такой язык, который всем был близок к уху и так далее. Диалект. То есть, вот эти вот вещи, вот эти вещи он, в принципе, сделал реформу. Теперь, он и сам играл в театре. Значит, вот как в театре спектакле «Погром». Он играл русского городового, а у него русский язык был отменный совершенно. И этот городовой подходит к еврею, начинает что-то там от него требовать и так далее. А этот актер, который играл, когда еврея был, настолько зол на него, что он говорит, а чтоб ты сгорел, чтоб ты в землю провалился. Ему наедешь, говорит. И этот кричит со сцены, говорит, ну а этого нет в тексте, почему ты это говоришь. Потом публика, потом публика шла специально услышать вот этот вот момент. Вот. Теперь, мы уже вчера об этом говорили, что он умер в 909 году после Гольфарна, три года прошел. За его гробом, так писали газеты, вышли 200 тысяч человек. на улице Нью-Йорка его провожали. Вот он практически кладет фундамент уже профессионального театра. То есть, вот он сделал тот узел реформы, то есть в театре должна быть единая дикция, должен быть текст, совершенно свят для актера и так далее. и он в принципе стоял у истоков того, что называется трейд-юнион, профсоюзы актеров. Чтобы актеров были свои права, чтобы были установлены ставки какие-то и так далее. Теперь, потом начинается, потом уже пришли огромное количество, огромное количество драматургов. И каждый такой драматург, потому что это было очень успешное предприятие, театр, каждый такой драматург, Латайнер, Хобрин и так далее, каждый пишет по 70, по 100 драм и так далее. Не все, что ставилось на сцене. Но, например, публика любила фрикантейр. Отец еврейского исторического романа Шалом Аш, он из Польши родом, из Кутно, но он приехал в Америку, он в 1900, в 1907 году он пишет драму «Бог мести». И тут я немножко перемыкаюсь с Карпиновичем. Карпинович всегда, я помню, в беседах, и все, так он всегда говорил, что, мол, я пишу на те же темы, но я не Шалом Аш. Шалом Аш, ну, как вам сказать, еврейское литературе это Лев Толстой. Это автор 39 исторических романов. То есть нет вот-вот периодов исторических библейских историй, которые бы не посвятил исторический роман. И Огром, я помню, Карпинович тоже, вот он, я пишу на те же темы, но я не Шалом Аш, я не претендую быть Шалом Ашем и так далее. Шалом Аш, когда он начал писать исторический роман, то не все себе представляли, что такое исторический роман. И многие его обвиняли, вот тут ты фальсифицируешь, это было не в том году, а этот не мог с этим встретиться, они были в разных администратор. И когда его в 32-м году интервьюировали, так он сказал, когда я пишу исторический роман и исторический рассказ, я забываю историю, она меня не интересует. Это в чем же тогда историчность? Он говорит, я готов сто раз и тысячу раз согрешить против истории, чем один раз против человеческой психологии. Он говорит, для меня не важны факты. Если вы ищете, говорит, на сцене или в книге факты исторические, это не ко мне. Идите к хронике исторической. Но он говорит, для меня важно, чтобы за каждой моей строчке воскрес кусок истории, чтобы вот он стал живем, чтобы вы увидели, чтобы, он говорит, я хочу на сцене и в книге воскресить дух эпохи, а не факты. Он говорит, мне не важно, сколько сантиметров была там борода длины у какого-то исторического персонажа, но мне важно показать, чего он боялся, что он думал, чего он страдал, как он любил и так далее. И вот, смотрите, он, почему я провожусь с Карпиновичем, он впервые пишет пьесу, которая называется «Бог мести». Пьеса происходит в публичном доме. Теперь, публичный дом, бордель. Да, да, да. Вишь, я знаю, что это сделать. Пьеса, значит, так как еврейское общество, оно практически все традиционное, религиозное, то у евреев были вещи, о которых не принято говорить. То есть эти вещи не принято о них говорить. Значит, первый, кто вообще открыл род на эту тему и начал писать на тему торговли женщинами и так далее, это был классик еврейской литературы, вот мы сейчас отмечали «Сто лет со дня его смерти» «Менделе моих расфорий». Он был первый. Шолом Аш был второй. И вот Шолом Аш когда пишет вот эту пьесу «Бог вместе», пьеса разворачивается в публичном доме. Значит, история такая. Есть человек, у которого уже имя, оно немножко такое, Екл Чапчокич. Сама фамилия, она уже и контекстовая. Чапчокич. Он саксур, как говорят в хоросте, сутенен. Он живет в красивом доме, наверху живет, а внизу это вот бисус. Бритвей. Да. У него жена, дочь, Ривка, которой 17 лет, и он самый большой, и вот когда он поднимается вот из-под земелья этого наверх, то тут же он порядочный, приличный человек. И самый большой его страх, чтобы дочь его не узнала, что там творится внизу, откуда деньги и так далее. И он готов этой дочери дать огромное преданное, только вот, чтобы она вышла замуж и жила приличной жизнью и все. И этих хозяев в местечке никто не хочет этих денег и никто не хочет выдать замуж. Вплоть до того, что он заказывает, платит большие деньги, заказывает писать свиток Торы вручную, а это огромные деньги. И все равно не помогает. И тогда он врывается в синагог и говорит, чего вы так моих денег чураетесь? Это ведь ваши деньги, откуда ли у меня есть эти деньги? Кто, на ком я заработал эти деньги? Чего вы так чураетесь эти деньги? То есть, и в этой драме впервые показано, что на самом деле это рифка, это дочь его, она да, знает, что там творится. И она подружилась с одной из женщин, которая там работает у него. Ее зовут Маша, это русская девушка. и впервые на еврейской сцене показаны отношения между двумя женщинами. То есть, у евреев этого не то, что не говорили об этом, вообще не, я не знаю, кто-то, многие знали об этом вообще, это нечто было, что вне, не то, что вне консенсуса, это вообще не тема для мышления, для разговора и так далее. Впервые на сцене появляются отношения между двумя женщинами, и это Маша, которая говорит, говорит, ни один тебе мужчина не сможет дать той любви, которую я тебе могу дать и так далее, потому что мужчина, ты себе не представляешь, какие-то твари, какие-то, я их уже там знаю и так далее, это хуже зверей и все. И эта Маша уговаривает ее бежать, но отец посылает за ней погоню и возвращает ее, и тогда он эту дочь свою бросает вниз и говорит, берите ее на вашу. Так вот, вот эта пьеса, она мгновенно была переведена на все европейские языки, на русский, на английский, на французский, на немецкий, то есть она стала бестселлером. Почему? Вдруг нееврейский мир страшно любил вот эту, полюбил такую изнанку, вот эту вот неприятную сторону. Увидев, что у евреев тоже есть вот эти все неприятные моменты. В 23-м году английский театр, нееврейский, в Нью-Йорке вставит эту пьесу и тогда Шолом Аш изгнанный из Соединенных Штатов от Эстейта в Нью-Йорк подает судно театра за распространение Тойва, как это на русском? Порнографии. Да, порнографии и так далее. То есть 23-й год. Дестейтнер в Нью-Йорк подает на этот театр в суд Ашолом Ашол и выгоняет из Соединенных Штатов за распространение сексуальности. Пьеса 1923 год. 1800. 900. Пьеса называется Бог мести. теперь, когда нацисты приходят... Как по-английски это может быть? Как ней даже называлось? Готфун и коме. Готфун и коме. Бог мести. Когда нацисты приходят к власти, в Германии это Бесселя. Он идет в театр, он подпитывает антиземитскую пропаганду. В 1934 году Венгерский театр государственной драмы просит у него копирайт эти, ну, права перевести на Венгерский. И тогда он сам испугался. Он понял, что эта пьеса служит пропагандистике и он не дает разрешения. То есть в этом театре вы находите уже вот в 20-е годы уже появляется современная тематика. Это уже не какие-то мелодрамы, которые теперь еврейский театр в Нью-Йорке. Мы уже вчера об этом говорили, но я еще немножко вернусь. Видите, тут я немножко хочу вернуться к чему-то и подать вам идею. Идею к вам применимую. Есть три искусства, три вида искусства, которые исключительно еврейские. Это то, чего у других народов не очень есть. Первый это клесмерская музыка. Клесмере это, если вы посмотрите, как называются клесмерские мелодии, это все не еврейские названия. Клесмерские мелодии называются Полька, Мазурка, Казачок, Волоха, Валахи, Румыния, Булгар. То есть евреи жили среди других народов. Музыканты, которые не знали нот, они брали мелодии, которые не слышали, и придавали им еврейское звучание. Об этом есть много сегодня исследований, статей и так далее. Обязательно в евреев клесмерской музыке есть скрипка, которая, опять же, писатели это очень красиво описывали, писатели говорили, скрипка клесмера, она должна говорить слова. То есть когда вот еврей слушает эту клесмерскую скрипку, например, описывает в романе с темпелью, он вздыхает, он плачет, он смеется, он схватается за голову, он воспринимает музыкальный текст, переводит на свой язык чувств. То есть он совершенно не слушает ее абстрагированно, вот как мы слушаем концерт классической музыки. Он слушает скрипку, будто эта скрипка с ним разговаривает. он умеет интерпретировать. Это вот первое искусство. Второе это канторальное пение, пение кантора в синагоге. Это тоже чисто еврейское искусство, это литургия, но это не совсем это литургия, но это несколько другая литургия. Опять же у него роман тоже переведен на русский язык Йоса на соловей о знаменитом канторе и он описывает, что творится с этой еврейской душой, когда она слушает кантора в синагоге. И третье, это вот я вам хочу подать идею, вполне возможно, что это применимо. Батхн. Батхн, это слово от корня еврейского бодиха, шутка, это свадебный тамада, тот, кто вот руководит свадьбе, который сегодня называется диджей, да? Батхн, это профессия, которая передавалась обычно по наследству от отца к сына, от сына к внуку и так далее. Это так называемые рифмоплеты. Это люди, которые обычно не умели что-то играть, они даже не знаю нот, они немного пели, и они умели слагать рифму на каждый случай жизни. Вот у меня есть разные тексты, например, вот один писатель, он тоже из Литвы родом и так далее, вот он пишет, вот он пишет там на какой-то свадьбе женщина, которая официантка носила еду, и вот она эту тарелку с бульоном разлила девушке на платье, которая та одолжила у своей подруги, потому что это не ее и так далее. И все начался гвал на свадьбе и так далее. Вот Батхн продолжайте есть и пить. И все это в ритму, сразу у него рождается эта ритма, дальше есть и пить. Не дай Бог, ничего плохого не случилось, не дай Бог, чтобы худшего не случилось, а ты девушка над своим платьем не плачь, лучше помолись, чтобы Господь тебе дал хорошего мужа и большое счастье, и давайте все скажем амэн и так далее. Это длинное такое девство, он тут же на ходу выдает эту ритму и он умеет любую плачевную ситуацию превратить в смех. Теперь, у Батхина всегда абсолютно было четкое очень задание, это задание, когда невесте во время свадьбы покрывают горло, вот Фатул ей покрывают по обычаю горло, и тогда он всегда начинает вот этот вот момент, он всегда начинает особым мотивом, и вот этот мотив идет примерно так, ой, вейн, каланю, вейн, плачь, невеста, плачь, естественно, все женщины начинают сразу лить слезы, и потом он в один момент превращает это в смех, вот я помню Батхина такого в годы моего детства уже глубокий старик был, и вот у него начиналось так, ой, вейн, каланю, вейн, плачь, невеста, плачь, да, и вторая строка была веду в суд где сноганцы банки митхрейн, как будто ты съел свою банку хрена, вот, и тогда уже все начали смеяться, говорит, ой, невеста, невеста, благодари Бога, что ты сегодня получаешь такого мужа, такой подарок, но ты его попросишь, что перед тем, как он останется вдовцом, лучше, чтобы ты осталась вдовой, и все начинают срабатывать, теперь, каждый, когда же не приносили чеки на свадьбу, а каждый приносит подарок, и вот он стоит у входа, и вот сразу выдает рифмы, да, вот этот вот принес вот такой подарок, вот этот принес такой подарок, теперь, были бадхины, которые были историческими личностями, которые имели мозги не только вот эти вот свои стихи говорить, но и записывали, вот один такой, он был и в Вильнии, и в Ковнии, и в Кракове потом, и он издал два тома стихов, называется, его имя Эль-Эзар Цунза, есть Эль-Йоким, или Ким Цунза, есть бадхины, о которых сами складывали песни, вот, например, есть песня такая о бадхине из города Коломыя, как это на Украине, он сам женил весь город, а сам он не женился, и каждую невесту, которую ему приводили, он всегда в ней находил какие-то изъявные, да, и вот есть у меня песня о нем, говорит, она начиналась буквально вот так вот, с перепевами украинскими перепевами, которые называют Коломыйки, да, вот этот вот цельсуль, это вот типичная украинская мелодия, вот так сердечно играла на своей скрипте, когда ему привели к такой толстой девственнице, флектор о мойре об нас холиле, он боялся, чтоб, не дай бог, до схупеклей, глузола фирмич плац, ну, чтоб на ней не лопнуло свадебное платье, и он говорил, калыши, калыши, невеста, их вилдих немен, я хочу тебе взять, обрекель, до сничтуень, я не могу этого сделать, бистазой элле, цу день гробну фетер, ты так похожа на своего толстого дядю, до схупно фахупеклей, местами трайсих метр, тебе для свадебного платья, наверное нужно 30 метров, а когда к нему привели, калухончик, а лангионадары, длинную и тонкую, виадрончик, как дрон, да, он говорит, я хочу тебя взять, но я не могу этого сделать, потому что там, где я окончаюсь, ты только начинаешься, и тут есть много-много куплетов таких, смотрите, вот такая сценка, с таким бадхеном, это сугубо национальный колорит, она музыкальная, она смешная, и я вам предлагаю подумать на это, если захотите, я вам даю материалы, вот со стихами, с текстами, на вот такую вот сцену, такая сценка, она всегда придает, потому что это было абсолютно в каждой общине, это было абсолютно на каждой свадьбе, это было, вот эти вот бадхены, это, это один из вот, как бы, на пурим обязательно, на пурим это само собой, пурим это всегда, это само собой, потому что, и это, и песни эти, они полны юмора всегда, они всегда смех вызывают, вот, и вот эти вот три искусства, вот Клэзмери, Кантера и Бадхена, это вот то, что любой, любой постановке, оно придавало национально-культурный характер, потому что это именно три еврейских искусства таких, да, теперь, про Вильню мы вчера говорили, Вильню Трухе, вот театр, который был в Вильне, это, хотя он полуамоторский, он полуэльбитский, но тем не менее, пьесы, которые в нем вставились, это уже более высокий литературный уровень, опять же, Вильна, Вильна вот с ее духом просвещенчества, если скажем, в местечке, может быть, такая вот, в каком-то местечке, где люди были более забиты, какая-то такая пьеса, она бы не была, имела высокий успех, Вильнюси, да, Вильнюси, потому что здесь люди читали, здесь они были более просвещенные и так далее, в Варшаве в 20-м году появляется театр Арарат, это уже модернистский театр, и в нем, при нем впервые была создана студия для подготовки актеров, ну и уже совершенно другая страница, это еврейский театр в Советском Союзе, В Советском Союзе, в принципе, в 29-м году уже действуют 14 государственных театров на ИДШе, и в трех из них, это в Москве, в Киеве и в Минске, созданы студии по подготовке актеров, то есть это впервые, актеры для еврейской сцены, это впервые, все на ИДШ, то есть впервые уже появились актеры, которые получили академическое образование, чего раньше не было, впервые актеры, от которых, я, например, вот Михоилс, вот сегодня у нас, какое-нибудь число у нас, вот пять дней назад отмечали 70 лет его убийства в Минске, 13 марта, потому что не все знают, не все знают. Видите, с шлоном Михоилс, Соломон Михоилс, он родом из Двинска, из Далго, из Далго, из Петербурга. Он пробовал себя учить. Он учился в коммерческом институте в Киеве, потом в Петрограде, в юридическом и так далее. И вот, 18-й год, только вот этот Петроград после революции, голод и все, и создается еврейская театральная студия, но уже очень высокого уровня. И тот, кто ее создает, это Алексей Грановский. Потом эта студия переезжает в Москву и в 25-м году уже она смешивается с московским театром и появляется ГОСЭП, Государственный Еврейский Театр. Я учеников Михоилса могу определить, даже если не спрашивать, я их могу определить по одной букве, по Р. Он категорически, он хотел из актеров изгнать местечко. И вот, как в евреях местечко, он всегда говорил Р, Картавая, Р, он буквально не насиловал, чтобы изгнать из них. Вот любой актер Михоилса, вы его сразу же можете определить по Р. Русская Р. Я знал людей лично, которые у него учились, он доводил до сумасшествия вот этим, чтобы изгнать из них. теперь, он ставит классический еврейский репертуар, это Перец, это Шолома Лейхам, это Менделе и так далее. И вот сейчас, как раз, сто лет Менделе, смерти Менделе, вот в Одессе у нас была конференция, посвященная этому, и мы туда привезли из них специально из Израиля, дочь Вениамина Зузкина, его друга, они ставят пьесу в 1927 году, что называется «Путешествие Вениамина III», по Менделе Матросфориуму классико еврейской литературы. Русский перевод этой пьесы назывался еврейский Дон Кихот. Это практически еврейская интерпретация Дон Кихот и Санчо Панс. И вот Алла Зузкин, она рассказывала, Михоил сыграл Вениамина, то есть Дон Кихота, а его друг Зузкин Сендера, Санчо Панса. Зузкин на голову был его выше. Ну где ж такое слыхано, что Санчо Панса был выше. И вот она рассказывала, говорит, он где-то увидел в Москве извозчика с такими рахетичными ногами. И говорит, всю пьесу он проиграл полусидя вот на таких вот ногах. Он этой пьесой он бредил, он ее жил. Она с 27 года не играет эту пьесу. Они с ней объездили Европу. Когда они приезжают в Европу, европейская театральная критика в диком восторге. Они представляли, что еврейский театр на таком профессиональном уровне может поставить пьесу. У них тоже все музыкально. Они придерживаются этой традиции, что театр должен быть музыкальным. В 46 году, когда они вернулись, они во время войны были в Ташкенте, они вернулись из эвакуации и Михоэл сделает нечто совершенно сумасшествие. После войны, после Холокоста он первую пьесу ставит Фрейгерс. Веселье. Веселье. Это дерзко очень. И вот есть такой исторический эпизод, который описан, тоже был в Москве в литературной газете, кстати. когда они играли над этим, работали над этим спектаклем, вдруг в его приемную приходит пожилой человек и просит секретаршу, вы знаете, я из местечка на Украине, я ехал сюда сотни километров, чтобы поговорить с товарищем Хоэллсом. Она говорит, о чем вы говорите, он занят с утра до вечера этой репетициями с Фрейгерсом, говорит, нет вероятности, что вы будете с ним говорить. Он говорит, вы не можете мне отказать, я специально ехать, как раз зашел Хоэллсом, говорит, товарищ Хоэллс, выслушайте меня, пять минут, больше не надо. И вот он ему рассказывает такую историю, тоже, кстати, надо подумать об этом. Он ему говорит, вы знаете, много лет назад в моем местечке была моя свадьба. Говорит, у евреев была принята свадьба, это семь дней пиршества. Семь дней все плясали, веселились, на седьмой день уже как-то все уже не до веселья было. И вдруг появляется человек в белой одежде, с белой бородой и спрашивает, что здесь происходит. Ему говорят, еврейская свадьба, он говорит, так выглядит, еврейская свадьба. И вот ему гостили, и так далее, и вдруг он сидит, вот так вот поел, и сидит за столом, и начал прибонкивать, пристукивать, и начал петь нигун. Нигун, это мелодия и все вошли в такой раж, и вошли в такой экстаз, что они могли перестать танцевать, петь, и веселиться. Аникун, это вышедшая мелодия, которую можно повторять бесконечно. Он говорит, и каждый раз он темп увеличивает, 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 и вошел экстаз. И тогда рассказывает этот человек, он говорит, ко мне подошел мой отец и сказал, сын мой, я тебя прошу, пусть вот этот нигун станет фамильной мелодией нашего племени. Он говорит, передай его своим детям, пусть они передадут своим детям, и чтобы он у нас передавался из поколения в поколение. Он говорит, товарищ, находился, из моего всего племени остался я один. Это 46-й год. Он говорит, я специально ехал к вам передать вам этот нигун, эту мелодию, спасите ее. И Мехоис включил ее в пьесу Фрейбурс. И она постоянно звучит на фоне этой пьесы. Вот эта вот тема музыкальная, это непременное условие всего, что связано с еврейским театром. И он придержался этой же традиции. Это писательно должно быть. То есть это как бы без этого не было еврейской цены. Обычно, кроме как у Гордина, с каждой традиционной пьесы человек выходил с какой-то мелодией, которая продолжала жить в народе. И подавляющее число песен, которые мы сегодня знаем, и они все считано уже народные, купите папеллосы, купите бублички, еврейская мама, мое местечко Беллс. Ну все это, это все из театра. Миндаль, изюм, Роджи Газимандо, все из театра. это Голдфарм. А? Роджи Газимандо, это Голдфарм. Да, он написал здесь слова и музыку, а потом пошел к варшавскому, чтобы кто-то ему записал ноты. Это все из театра. То есть музыкальная тема, она как бы непременный атрибут. Вот. Ну и еще пару словий хотел сказать, опять же вот эти традиции дешевские, они привели к тому, что в Советском Союзе уже после войны, когда уже все закрыто и все уничтожено и все, в Литве еще продолжается какая-то вот искорка. Именно здесь это трудно себе представить. В Каунасе в Вильнюсе создается ансамбль Анахнукан, который в 70-е годы весь уехал в Израиль. И здесь же появляется Нахама Лившиц, который в 56-м году после этого культур погрома все-таки в филармонии продолжает петь на Иидыше. И здесь же был народный театр, который им не давали выехать из Литвы, им не давали уже в 70-е годы, но они все равно продолжают играть. То есть то, чего больше не было нигде, нигде здесь продолжается вот эта вот искорка, она и есть, потому что ну вот эта вот традиция иидишизма была сильна как нигде. И тут же опять же, я вчера говорил, еще в 80-е годы все мир слышно какие-то что-то и он передается все-таки еще и молодому поколению. Может быть здесь Вильнюсе так не воспрепятствовали так в Москве. Да, я об этом не говорю. Убивали просто. Об этом не грунт, наверное, это еще нужно отдать должное все-таки еще каким-то местным властям. Потому что естественно, что здесь местные власти не удушали это так, например, на Украине. Потому что сколько попыток было, потому что сколько попыток было, скажем, в Львове и в Киеве создать какие-то театральные группы любительские. Там это не проходило. Здесь, скорее всего, что местные власти все-таки давали какую-то степень свободы. Плюс еще большая борьба с руководителем. Я думаю, что это тоже... Вот как раз убийство Михоуза 70 лет назад. Теперь они не зря начали культуру именно с убийством Михоуза. У Михоуза был статус не просто директор театра и художественный руководитель. Его статус был это негласный президент евреев Советского Союза. К нему писали письма с личными просьбами, к нему писали обращения, к нему писали жалобы и так далее. Он очень многим помогал и так далее. И он в 42-м году едет в Америку, в Англию и привез 50 миллионов долларов, которые он собрал у евреев для Советского Союза и фронта и так далее. И он был той личностью, которая была известна во всем мире. И именно с него начинается вот этот культур покров. После его убийства его позвали в Минск на театральную критику, какой-то спектакль проверить. там ему устраивают автомобильную катастрофу. И после этого начинается закрытие всех еврейских учреждений, тотальное уничтожение, арест писателей, актеров и так далее. И последний выстрел этого культуры погрома это 12 августа 52-го года, когда Зузским был убит и 13 крупнейших деятелей литературы, науки, культуры и так далее. И после этого 52-го года в пустыне нет ничего. И в 56-м году в Вильнюсе начинает Нахамолившись опять петь на ночь. То есть это вот когда мы говорим о еврейской культуре в Советском Союзе, это буквально расстрелянная культура. Просто ее крупнейших деятелей просто взяли и поставили к сентрую. Он был очень знаменит во всем Союзе, он был любимец, я понимаю, поэтому они сценизировали аварию, аварию сценизировали, его напоили и переехали в Розовик, я уже ждал в переулке, это сделало НКВД, и всему миру это представили как несчастный случай, а по-настоящему его просто убили, задавили. вот предвоемые театры Вильнюса еще как бы может нам что-нибудь было? Ну вот как я сказал, Вильнюртруппе, город относительно небольшой. Театр Карпиновича и другие три еще какие-то. Один был Вильнюртруппе, театр Карпиновича это был народный театр, то есть это был театр, который больше на широкую публику и больше давал мелодраматический материал. Это Аброн сам рассказывал об этом, мало что написано, это я знаю от него. Пьесы он тоже подбирал такие, чтобы, скажем так, нашу локую публику на это не эстетствующий театр был. Вот Вильнюртруппе это был театр более высокого уровня, который подбирал здесь место, где они играли, где они базировали? Здание известное. Вильнюртруппе где это? А, нет, Вильнюртруппе он играл в разных местах, а у театра Карпиновича было свое здание, там мемориальную доску поставили. Санкт-Толерам? Да, он открыл мемориальную, он еще приезжал тогда, открывал мемориальную. театр театр мемориальную. Вильнюртруппе неизвестно, что у них было постоянное здание. А Карпинович сам был директором «Отец его». Отец его. Может, может, Вот это, где есть этот рассказ «Дерево у театра», там и биографически все корректно. Совершенно верно. Это отец его был театром, это была литературно-театральная семья. А там уже были рангерские? Нет, нет. У вас есть в этой книжке «Литовский Русалим» там есть прямо табличка и адрес есть. Табличка мемориальная и адрес. И он когда приезжал еще сюда в 90-м году не открывал табличку. Да, значит, то были просто трупы больше, Боигипе, это же фундаментальные театры, а больше трупы, которые сходили, распадались до различных спектаклей. Но видна трупа, мне неизвестно, что у них было постоянное здание, потому что я знаю, что они 4 года перели в Берлину. В Берлину. Вот как раз курьба, мы вчера о нем говорили, он в Берлине, он их знал отсюда, а там они у него взяли на работу с флором. Они там уже, мол, написывали, что 4 года они там играли буквально постоянно. И ездили по разным городам. А вот Вы упоминали, что там клесмеры, вот уже трансфакты. Как его? Кто-то? Что три вида искусства. Клесмеры, бадхены, вот эти вот свадебнаджики, и хазаны, кантры. 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 Это то, что придает колорит национального искусства. Раз вот тут мы все, когда актеры и режиссеры, может, что еще бы чего-нибудь из рассказов, что не переведено, и мы не прочитаем. Я не знаю, что да, переведено. Но мы сразу скажем. У меня есть отдельная книга, она не переведена, это о Герцеде, о графе Потоцком. Вы знаете графа Потоцком, который принял иудаизм? Не все знают. Ведь Потоцкий это, ну, это династия, там 300 с чем-то графов их было, и один из них Валентин Потоцкий, он принял иудаизм. И он был как-то в Париже со своим другом, а это друг был Зарембо, его имя было, но он был из польской, ну, шляхты из семьи такой. И они как-то там нашли какого-то еврея, который учил Талмуд. И этот еврей, вот они стали к нему приходить, приходить, и он их приблизил. И этот Валентин, значит, получает, принимает иудаизм, и порвал полностью все связи со своей семьей и так далее, и жил в каком-то местечке в Белоруссии, вот здесь недалеко от Вильнюса тоже, и сидел и учил Тору. И получил имя Авраам бен Авраам, Авраам сын Авраам. И когда, и он там как бы скрывался, потому что он не хотел, чтобы знали, что это он и так далее. И когда его обнаружили, на него донесли, что вот он и есть Валентин Потоцкий, то его привезли в Вильнюс и устроили казнь на площади перед Картедралой, как бы его сожгли. И его мать пошла к главному там какому-то этому, ну, Архексенз Польши, Речи Посполитой, чтобы помиловать его. И он таки дал приказ помиловать, но приказ принесли в Вильнюс уже поздно. И когда пепел, который остался от него, то евреи собрали и похоронили прямо рядом с могилой Виленского Гаона. Ну, не эта, где сейчас, а старая, где было старое кладбище. И вокруг вот этой могилы было огромное количество легенд. Значит, потом рассказывали, нельзя знать, что легенда, что не легенда, что на этой могиле, где похоронили этот пепел, выросло огромное дерево. И вот это дерево, оно как бы обнимало память, ну, этот, мавзолей Гаона. И когда общине Виленской грозила опасность, то это дерево, оно опускало, оно как бы, ну, вяло. А когда были благополучные времена, то оно опять расцветало и так далее. И Кропинович вот целую книжку написал об этом, об истории этого Виленского Гаона. Вот, потому что это часть виленского еврейского фольклора. И, кстати, сегодня тоже там написано, по-моему, на могиле Гаона, что вот табличка есть. По-моему, я видел, что Герцедек в Потоцке тоже там рядом с ним, фрак, да, был рядом с ним похоронен. По-моему, там сегодня тоже. Борис, по-моему, есть образ, да, какого-то образца, который все время играет в дерево. Да, 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 есть, есть, есть этот образ. Есть у него рассказ Шней... Так это и есть последний пророк, который играет в дерево, он становится в позу дерева и говорит, евреи, бежите. Нет, 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 это другой рассказ, про Виннисерсон, да. Так это он тот же? Нет, нет, это другой рассказ. Потом есть у него рассказ, это Шнейке Фиддер, который был скрипачом в филармоническом оркестре, в оркестре филармонии. И потом он зашел с ума, говорит, и он варил, варил два... А не переведено, наверное. А? Нет, это не переведено. Это не переведено, да. Он варил, на синагральном дворе жил, и он варил два яйца в двух отдельных кастрюльках, потому что он говорил, яйцо любит, и чтобы у него было достаточно места для себя одного. Он же не любит соседей. Ну, вот это, вы знаете, наверное, переведен рассказ Рохала Войхдама. Рохала, там, дворовая дама, которая там натягивала на себя всякие тряпки и рассказывала, что она была там при дворе Наполеона. Мишка Наполеон, который гордился тем, который гордился тем, что его бабушка когда-то, когда Наполеон приезжал через Вильню, то его бабушка помогла там Наполеону, дала какое-то лекарство и вылечила ему геморрой. И все пори его, и их, значит, через поколение, уже несколько поколений, он третий поколений, вот так и звали Мишка Наполеон, вся видна его знала Мишка Наполеон. Вот мы говорили про Пурин, Сталин умер пятого марта. Пурин. Это был Пурин. И, так сказать, евреи злогатствовали, что вот этот аман умер именно в Пурин. Что-то он писал про виленских евреев уже, которые в Израиле, да? Да, об этом есть уже две книги. А, Витя, а ты расскажи эту историю про Харлестера, который приехал. А, вот этот рассказ, кстати, он явно не переведен. И мужу всегда было важно показать, что, как бы, даже у этих воров у них тоже была вот эта человеческая цепасность, да? Цепасность. Да. И есть, значит, такой рассказ, это уже израильский рассказ. Что с Вильнюсом? С Вильнюсом связано. В 50-е годы два вильнюсских вора встречаются в Тель-Авиве. Ну, обнялись, расцеловались, рады, что встретились и так далее. И один говорит, опять же, икс-ленгу, но мы увековечим, говорит, «Ну, слушай, если мы дожили после собственной страны, давай покажем им, что такое Вильнюр Прима-класса». Он говорит, что такое высокий вильнюсский стиль, людский класс. А он говорит, что ты предлагаешь? Он говорит, здесь мы пойдем воровать, икс-ленгу, бэ-гран-де. Бэ-гран-де по-крупному, да? А это 50-е годы, только стала страна, он говорит, ты посмотри, что тут вообще есть воровать. И он говорит, пошли обрабим кассу государства. Национальный банк. И тот ему говорит, нет, знаешь, отвали. Говорит, я не хочу, я не для этого сюда приехал, я хочу жить другой жизнью, построить новую жизнь. Идя вот устроился работать шофером в Тну, в Тну, в Тну, в это, которое молоко, молочное промышленность. И он говорит, не хочу. Он говорит, а ты не хочешь, тогда я пойду один, и ты еще во мне прочтешь в газетах. И тот идет, и роет, и роет траншею под национальный банк. То есть, а в Талиме тогда где-то был в Талиме. И дошел до сейфа, вот, ну, касса страны, да? Для него открыть сейф, говорю, Вильяна, Прима, класса, за одну секунду. Открыл сейф, что он там видит? Пусто. Он говорит, это то, что ему важно показать. Он говорит, его еврейское сердце разжалось. Говорит, что бы моей страны не было ни гроша. Достал последних 50 лир и положил. Это уже из израильских рассказов. У него очень часто, вот уже в израильских книге, две книжки. Это одна называется «Дорога на здом». Вот это вот основные пункты, которые он высевал, когда он не делает. Но это... Но самый главный вариант, это вот то, что Карпенович, то, чем он владел в совершенстве, вот эта вот шаламалейхимовская техника, что никогда не смеются над тем, что говорят, а только над тем, как говорят. Вот это вот основной секрет. Что? Это обычно грустно. Как? Вот это как сказать, вот этот образ сказать через картинку, вот это то, что вызывает смех. Идешь, как язык, он не любит имена прилагательные, не любит объективы. Он любит... Прилагательные методические объективы. Вот, он любит описывать что-либо картинкой. Вот что-либо описывать, чем что-то, чтобы иметь визуальный реакт. Без оценки, вот не вот одним словом оценик. Просто картинка. Да. Например, вот я вам приведу, да, допустим, вот у Агрона это, ну, на каждом шагу, в каждом предложении вы это находите. Опять же, это традиция нашего Малейхима. А он, он, он вот чисто писал, как народ говорит. Вот, например, у него есть потрясающий рассказ, называется «Тэпл», «Кастрюля». Да? Пришла женщина к Равину, спросите ли кастрюля там кошерная, потому что у нее там где-то что-то отломалось, упало куда-то и все. И этот монолог, он длится 35 страниц, и до вопроса она так и не дошла. В конце Равину Павла Бомбара, она ему говорит, «Рэбе, что вы улеглись? Вы что, хотите вздремнуть?» И вот она, и вот она начинает говорить, да, вот эту речь народную, вот вы через это можете понять. Она начинает говорить, «Рэбе, меня зовут, Йенте меня зовут». Вот так, вот так женщины из простого народа, вот так они говорили, у Абарша это есть тоже. Она говорит, «Я не знаю, вы знаете меня, вы не знаете меня». В конце предложения повторяет начало предложения. «Я Йенте я». Вот так вот они говорили, особенно вот те, что в торговке на базаре, да. И вот она говорит, она говорит, «Я торгую курицей, гусями, утками и так далее. Торгую я». «Я торгую, торгую я». «Я, вы меня спросите, как я живу?» «Мы троицах». Перевод «крутится». Слово «крутится» – «Кручусь». «Кручусь» у него, вы видите, что есть своеобразная такая коннотация, да. Один говорит, вот букву «фейн», мы пишем вот так. Один пишет ее наоборот. Ему говорят, зачем ты пишешь наоборот? Он говорит, зачем мне нужно «вкрутиться» во что-либо, если я могу «выкрутиться». Надо эту букву, то есть она спиралью. Вот так, да, спиралью. Но все пишут так. Если ты наоборот, а вот если ты наоборот. Потом он говорит, да, правильно, вот какой-то такой полутворческий, он называется «цедрейтор». Раскручен. Раскручен. И вот он говорит, если бы не они, у меня бы не было халы, чтобы сделать благословение на еду. Хала, белый вот хлеб, перед тем, как начинает человек ест, он берет кусочек в соли и делает благословение, да. Так вот она вот, и сразу человек, который слушает, он видит картинку вот хала и благословение. Там она говорит, «Э-э-э, если б мой мой шевенцы был жив». И вот опять же, и Шоломалеха Микарпиновича, они вам никогда не упустят тексте. «Э-э, у-ва, о-о-о, те-те-те». Это междометия, да. У них как бы нет междометия, ну вот всплески, выкрики, да. У них нет значения самим по себе, самим по себе. Но в контексте они передают мелодику народной речи. Вот мелодия вывезла, да. «Э-э, вот она вот задумалась, э-э, если б мой мой шевенцы был жив». «Те-те-те». Вот так она и так пишет «Те-те-те». То есть, как будто ей было с рядом хорошо. И тут же она говорит. Вот такой рассказ, там режиссер ничего не надо делать. Он сам себе, он очень важно, что ты сейчас воспитывал. Он сам себе уже тяп. И вот она говорит «Те-те-те». То есть вроде, когда их было хорошо. Но надо сказать правду за свою всю жизнь, он нехороша не заработал. Кто работал, я. И она говорит, говорит, и вот там вы можете видеть четко ее ассоциативное мышление. Как бы рассказ строится не в логической цепочке. А вот она сказала слово, и оно у нее уже вытаскивает ассоциацию с другим рассказом. Еще слово, еще один рассказ. Еще слово, еще рассказ. И каждый новый абзас, она начинает, шаг, куда это я заехала уже. То есть она уже не по в чему начала. И тут она говорит, ааа, 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 вспомнила, ааа. Потому что вы сказали, умер молодой молодым. Он сказал что-то «нет». Она говорит, из-за себя и за нибудь. когда мой больше вензи умер ему было всего 26 лет испугалась у меня заложить 26 давайте сделаем давайте-ка сделаем подсчет к свадьбе ему было 19 уже примерно лет 8 как его нет 19 и 8 это примерно 23 забыла 7 лет который он болел разве это была жизнь кастрюля забыла 6 лет когда он болел разве это была жизнь и вот он сам болел да и она у него уже другой рассказ тянет про болячки хоть больным он был всегда но болячка болячки розин они не одинаково его болячки можно было терпеть по карте нему не при не пристал кашель и вот она начинает описывать его кашель вот смотрите она вам не скажет нормальный человек сегодня модель современный он будет описывать эту молодого человека был кашель да он будет употреблять объективы прилагательные он скажет был кашель сильный лающий громкий и тогда это не видишь видишь и картинку и вот она хочет передать его кашель один раз говорит когда он кашлянул то все местечко испугалась думали война начала вот такой раз он кашлянул в месяце танус это лето это примерно июля то говорит гидалия глухой глухой побежал в синагогу дуть шафаров шафар дует на новый год который сентябре он думал что он уже пропустил новый год с другой стороны местечко выпал из кровати вот она нарисовала три картинки вот это вот это есть народная вот эта вот речь которая разговаривает картинками да потом не это то что вызывает смех и на чем мы смеемся молодой человек молодой человек заболел этим туберкулез грустная история и вот это вот то что он заставляет нас делать это смеяться сквозь слезы и смеяться над грустным потом она говорит и когда он уже как бы был в вагонии гой создать вагонии уже то она привела врача врач щупал ему пульс рвал деньги и давал советы и а ну доктор что ему еще может помочь обринады ему дать кушать кислую капусту и вот она и вот он значит умер и сейчас у нее остался мальчик и сейчас мальчик начал болеть вот тоже кашлят и она пошла взяла последний как бы кроши и подала его к доктору я знаю все равно что доктор ничего не поможет я расспрашиваю все таки доктор что вот надо сделать уж она уже у нее у нее было уже несчастье вот она хочется мальчика спасти когда хорошо надо за каждый день на дому есть куриный бульон и четверть курицы для такой бедной женщины найти четверть курицы каждый день это и вот и вот эти она говорит я когда-то я тогда сказала себе в народной речи есть всегда внутренний диалог вот они скажут вот допустим я пошла и подумала сделать нет и я сказала сидела на сама собой ель так и современная женщина сказала сделать все что в твоих силах но у ребенка должен был и она как она говорит опять же картинкой я рассказал себе гента хочешь ложись поперёк хочешь ложись вдоль хочешь пойдет рак церковь но четверть курицы с бульоном у твоего ребенка будет и вот расскажу чем грустно на самом деле она говорит она ребенку этому мальчику дает этот бульон и он ест и и говорит у меня сердце радуется и он за спрашивает мама почему ты тоже не ешь я уже ела и говорит когда он не видит я поворачиваюсь к окну натираем кусок корки луковицей солюю моими слезами и лишь бы у него был этот бульон говорит для меня слаще ничего нет то есть рассказ вот такой вот такой вот беззаветной любви мамы да а на самом деле просто как она его рассказывает можно сослуху умереть вот этот рассказ в ресторане да теперь в этом народные речи очень важна интонация интонация где вот конец предложения есть рассказы которые целиком построены на интонации есть пласт юмора построены тоже израильская израильский анекдота опять же ты его рассказал он естественно думал на или же он один взял ипотечное суды нечем платить и его банк вызывает суд и он пришел к адвокату прислушивания нет ни копейки говорит у меня должен банку 50 тысяч долларов меня посадят говорит я тебе дам советы не заплатишь не копейки только говорит ты должен не будешь дать адвокатские ну расходы до 10 тысяч долларов это что откуда у меня есть дурак я тебя завожу долго 50 тысяч ты мне заплатишь 10 тысяч 40 тысяч заработал ну ладно выбор у меня нет какой совет ты придешь в этот суд тебя судя что спросит ты скажи а злойный это все он приходит судья говорит господин вы согласны с тем чтобы даже банку 50 тысяч долларов секундочку вы что отрицает секунду вы что надо мной смеетесь вы не понимаете что вы в суде это пишу не с кем разговаривали и пишет приговор что человек не не способен надо его освободить от долга потому что тот выходит счастливый довольный подходит ему адвокат ну какой я дам совет а говорит не зря ты радуешься теперь положи мне пожалуйста действий что в этой шутке нет ничего только интонация интонация делать шутку да вот гениальность это все на проекта нации такая мощь мощь я скажу мощь и гор поединить и жулить и жулить готов подал на него в суд суд присудили что хай должен измениться перед вот мой шин и вор не жулить и извиняюсь извините он не бандит и извините так вот это целомолекий раз рассказать про ресторан да у него есть рассказка называется косариловские рестораны и вот там вот видно вот видно вот эта роль интонации да говорит я впервые приехал в косариловку впервые приехал в косариловку говорит был очень голоден и вдруг читаю и вдруг читаю здесь едят дешево здесь едят дешево свежо и кошерно сара индик так называется рассказали ресторан сараин я вскарабкался по темным лестницам опять же народная речь он не скажет что хоть запахи которые неслись из ресторана не были такими приятными для нас запахи которые были слышны из ресторана не были так ай-яй-яй для носа но голодный желудок не выбирает он приходит в ресторане на полу сидит старый человек желтым лицом зашивает латает старый матрас и каждый раз он дает по этому матрасу из матраса поднимается зеленая пыль и он его спрашивает здесь сара индик так называется ресторан далеко уехал до уехал надолго до навечно а умерла ну бору тайны благословен судья всевышний угрыда умерла поверьте мне вот в этом году в пейсов всегда время считается по праздникам пейсов будет 6 лет как она умерла я ни на минуту не забыл разве можно такое забыть как она варила и как она пекла и выдерживала мои капризы потому что я старый капризный больной и вот даже функция народной речи всегда есть какой-то вот шаг вперед и два назад по добре старый капризный больной вроде о себе сказал что-то не очень хорошее и тут же назад хотя очень хороший человек но немножко вспыльчивый что значит вспыльчивый когда у меня что-то не нравится что у меня полетит сразу в голову картинка и вот он говорит и вот угры и подождите а чего я вам рассказываю вы же его знали выслей были знакомы и куда я его знал я не знал я впервые в кастриловке если вы не знали чего же вы спрашиваете про сару придя не спрашиваю про сам не спрашиваю ресторан про зачем вам нужен ресторан Я хочу что-то поесть. Что-то поесть? Что же вы молчите? Он мне дал слово, вы говорите, что же вы молчите? И этот кричит, рохл, рохл. И вот приходит женщина. И вот у Желмалых ему опять же всегда описание портрета, три штриха. Говорит, смеющимися глазами, закачанными рукавами, измазанными в муке с головы до лука. Говорит, она встряхнула фарту, вся мука мне сыпется в глаза. И начинает, вот тут он интонацию делает, и начинает не говорить, а петь. Он даже в скопок передает мелодию. Он говорит, как будто она читает недельную главу Тора в синагоге. Говорит, вы слышали, что опять? Не дают мне просеять муку. Он говорит, он хочет о них, они хотят чего-то поесть. И вот он говорит, она мне той же мелодии. Что-то поесть, что вы хотите поесть? Говорит, я ей отвечаю, той же мелодии. А что у вас есть? Говорит, скажите, что вы хотите, я скажу, что у меня есть. Говорит, нет, вы скажите, что у вас есть, когда я скажу, что я хочу. Причем он описывает в скобках, как это должно звучать. И вот он говорит, гмм, гмм, думает, гмм, рыба франшированная есть. Он говорит, о, а шейне майсы тоже мне. Где вы видели рыбу после того, как базар закрылся? Она никогда не ответит. Она никогда не ответит. Она никогда не ответит. Она никогда не ответит. Да, нет, это не ее язык. Где вы видели рыбу после того, как базар закрылся? Он говорит, ну, и вот он пишет, ну, да, вот несколько раз, чтобы мы это слышали. Ну, пусть будет борщ. Борщ. Да, борщ. Борщ должен вариться, вы знаете, это или вы? Он говорит, все должно вариться. Говорит, ну, а вы, вы знаете, уже хорошо. Говорит, ну, а Жаркова нет? Говорит, ох, ох, вот как будто есть. Жаркова не так. Было, съели, нет. Ну, он говорит, опять же, тогда пусть будет бульон. Отлично. С чем вы хотите бульон? С мацой, с клетками или мандар? Ну, вы тоже такие. Он говорит, чем угодно. Лишь бы бульон. Там идет вопрос на миллион долларов. На когда вы хотите бульон? Я говорю, что значит, на когда? Уже? Что значит, уже? Вы же хотите бульон из курицы, да? Да? Когда он пишет, айо, а то слово айо, оно имеет смысл только при определенной интонации. То есть, это слово из народной речи, вы его в словаре не найдете. Да? Он говорит, ну, да, из курицы. А курицу надо словить, общипать, опослать крестнику, засолить. Дай Бог, чтобы это было на завтра утром. Он говорит, ну, дайте тогда мне, что бы то ни было. Что бы то ни было. И он дает несколько возможностей, несколько опций. Яичницу из нескольких яиц. Или что-то соленое, кусочек мяса, тарелку супа. Она говорит, странный гость, он хочет все. Селедку, если вы хотите, я могу вам сделать. Говорит, пусть будет селедка, лишь бы быстрее. И вот она каждый раз уходит и приходит, говорит, как вы любите селедку с луком? Он говорит, а с луком? Ушла-пришла. Говорит, и с маслом? О-е-к, это тоже, да? Но пишется о-е-к. А он пишет о-е-е-е-к. То есть он отдает ее услышать о-е-е-к. Он говорит, да, и с луком? Пришла-ушла. Говорит, и с обзором тоже? Да. Пришла-ушла. Как вы любите селедку? С молоком или с молокой, или с икрой? И тут он говорит, пусть она будет, как ей хочется, лишь бы, чтобы ужа была. Говорит, ша-а-а. Копченую рыбу вы любите? Говорит, да. С большим удовольствием. Причем бы нет. Да, но я не уверен, что ее привезли. Не, нет, ее еще не привезли. Ушла-пришла. Ша-а. А копченую колбасу вы любите? Говорит, да. С великим удовольствием я люблю колбасы. А с ума? А, вот так, да? Вы, наверное, имеете в виду варшавскую колбасу? Он говорит, ну да, варшавскую. Тогда я у вас посоветую съездить в Варшаву. Там вы будете есть варшавскую колбасу. У нас едят костриловую колбасу. Говорит, резать ножом ее невозможно, только рубить топором. Черт их знает, что они туда кладут, что она такая твердая. Вот вчера, например, разрубили топором колбасу. Представьте картинку, да? Разрубили топором колбасу и нашли там гвоздь. Говорит, нет, спасибо. Гвозди я уже ем у моей жены. Он говорит, этот старик им говорит, да, хватит уже разговаривать. Иди и принеси уже. Говорит, что значит просто так принести? Надо же знать, что принести. И когда она уже приносит, опять же, рассказ грустный. Когда она уже приносит, она говорит, ой, чтобы удар меня стукнул, чтобы гром меня поправдывал. Я забыла, что в доме нет ни хлеба, ни булочки. Говорит, что вы любите, угребня уже все равно. И вот она топор начинает есть, и тут приходят все нищие, больные. И каждый ему сует руку прямо под нос. И он говорит, я уже потерял аппетит. Говорит, бросил эту трапезу прямо посередине. И сбежал из ресторана, куда глаза глядят на гриты, что говорят, там где черный перец растет. Вот рассказ, который, если вы читаете его без интонации, он полностью сухой, выхлоченный, там ничего нет. Там все абсолютно строится. Вот это разговорные народные интонации. Маша, у тебя что-то есть? Маши нет. Маша. Нет, есть, есть, есть. Маша. Да. Разведывайте. Нет, я вся информация просто. Все не начинено, как пули затоширок. Меня надо переварить. Мне очень бы хотелось, единственное, что бы мне хотелось, даже плоти, приводы других рассказов по-русски, невозможно, можно достать. Ну, есть, наверное, книжка у вас на последний перецкий пророк. Нет, у нас есть книжка, которая литовская. Нет, есть еще русская. Вот его жена переводила. Не такой хороший перевод, но есть на русском. Последний перецкий пророк на русском называется. Теперь в интернете есть человек по имени Юрий Закон. Он тоже перевел несколько рассказов на русский. Минский человек. Да, я, я, это все... Нет, Юрий Закон не Минский, Маша. Нет, не Минский, он не стулы. Он не стулы. Да. Нет, это я все собрала. Она на русский не перевела больше, чем вот этот Вильнюрский пророк. Нет, книжка называется «Опседийский пророк», но там рассказы другие, не совсем те, что на литовском. Не совсем те. Вот она вот, я ее видела два года назад, но с рук, и я больше ее тогда не видела. Я не знаю, есть ли она в Вильнюсе. В Вильнюсе она должна быть, я думаю, что, ну, крайне у какой-то из библиотеки она явно. Где-то я читал. Ты мне давал? Да. И, конечно, я здесь можно здесь. Я думаю, мы и в Москве уже можно... Так, можно куполось, но... Я это сделаю. Это выезд. Не так, он хочет. Хорошо, Валя, ты что хотел? Спасибо, Ваше. Переваривайся? Да. Хорошо. Митя, спасибо большое. Спасибо. 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 А ты-то зашел в Луна у нас? Ну, на. Ты хочешь вот это? Нет, я не... Ты хочешь вот это? Нет, я не делал все вместе у меня помещать. Я хочу спросить... Я хочу спросить... Да. Про Сару Карф. Сару Карф? Да. Вот она из Яс тогда... Вот она из Бухареста, вернее. Вот он ее тогда нашел. Вот она была первой женщиной, которая поднялась на сцену. Там она была в Америку и там она даже фильмов снимала. Да? 30, да? Да. Очень интересно. Да. Да.